Всех опять мобилизуют! 300! Новая купюра с трактористом! В России кончились автозапчасти! И всё это фейки! Это программа «Фейкам нет!» и сегодня мы проверяем очередные новости на прочность. Едва начались ежегодные военные сборы, которые были, есть и, скорее всего, будут проводиться в России, независимо от чего-либо вообще, поползли фейки о новой волне мобилизации. Якобы жителям российских городов нужно явиться в военкоматы для уточнения данных по мобилизационным предписаниям. Такие сообщения рассылают по электронной почте. Конечно же, рассылкой занимаются мошенники с целью посеять панику, а также заразить вирусом компьютер-получателя. Министерство обороны и военкоматы не отправляют такие письма. Отправителем фейкового предписания значится Главное управление военного комиссариата Министерства обороны Российской Федерации. В реальности в структуре Министерства обороны такого подразделения не существует. К электронному письму фейкометы прикрепляют файл с расширением .exe. Это вирус, он открывает удаленный доступ к компьютеру, что позволяет красть ваши данные или использовать ваш компьютер для вредоносных действий. А достоверные новости есть только в социальных сетях УТВ. Подписывайтесь. В Новосибирске стала распространяться информация о выпуске банкнот номиналом 300 рублей. В сети появились фотографии купюры, на которой изображен тракторист в расстегнутой рубахе. Якобы это новая банкнота серии «Человек труда». В Сибирском главном управлении Банка России опровергли эту информацию. Кроме того, изображение новой банкноты появляется в соцсетях с 2020 года. Это пиар-проект одного рекламного агентства из Краснодара, которое таким образом привлекло к себе внимание. Автомобилистов уже год пугают недостатком автозапчастей, а сейчас якобы образовался настоящий дефицит. В СМИ пишут, что срок ожиданий комплектующих на иномарке среднего премиального сегмента вырос до полугода. Но эксперты успокаивают, никакого дефицита на российском рынке не наблюдается. Возникают перебои с поставками запчастей для некоторых авто, но все они касаются только редких марок. Деталей хватает даже для Ауди и машин большой германской тройки. Про Тойоты, Ниссаны и прочие Митсубиси и говорить нечего. А вот владельцам Порш, Ягуара и Кадиллаков соболезнуем. На эти машины запчасти всегда были редкими и дорогими. Ничего не изменилось и сейчас. В очередной раз мальчишей-плохишей заманивают бочкой варенье и корзиной печенья. ЦРУ создало телеграм-канал, в котором предлагает жителям России делиться информацией. Конечно же, для убедительности на канале выложен ролик, снятый по всем канонам американской пропаганды. Трогательная музыка, художественные съемки, характерные актеры. И якобы все, кто сотрудничает с ЦРУ, помогают строить светлое будущее. Ни на что не намекая, но вот так выглядят жители Афганистана, которые однажды поверили сладким речам ЦРУ и понадеялись на их порядочность. Эти люди не похожи на тех, у кого есть будущее, тем более светлое. А что происходит с их страной, вы и сами прекрасно знаете. Видео уже прокомментировала Мария Захарова, официальный представитель МИДа. Она назвала канал ЦРУ в телеграме очень удобным ресурсом для отслеживания обращающихся в американские спецслужбы. Такие фейки были сегодня. Не забывайте проверять информацию в нескольких источниках, самостоятельно читать официальные документы, не ведитесь на манипуляции и хорошенько подумайте, прежде чем нажать на кнопку репоста. Мир не всегда такой, каким кажется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова